Кто будет нашим батальонам помогать? Я буду помогать. Первый вопрос губернатора, командиру батальона. Что еще необходимо? Ответить сходу достаточно сложно. Округ дал многое, и это не предел. Батальоны обеспечены электростанциями, квадрокоптерами, полевыми кухнями, средствами связи, строительными инструментами, транспортом. У бойцов есть термобелье, спальники, средства индивидуальной броневой защиты. Поняли, что там что-то приют? Да, пластинка 4 класса. Ага. Ее испытывали? Да, испытывали. На испытаниях. Должны были. Испыт, у меня фотографии есть. Даже, по-моему, где-то в субботу испытать. Стрелять должен. Губернатор Ямала и начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Евмененко обсудили готовность ямальцев. Как утверждают военные, батальоны готовы полностью и обеспечены всем необходимым для выполнения поставленных задач. Округ продолжит помогать армии, учитывая уже зимние условия. Все будем дополнительно досывать. Мы выстроим самую короткую связь с командирами. У нас там уже есть наши люди. Вы знаете, там по Волновахе восстанавливаем. Логистика достаточно быстрая, несмотря на все сложности. Будем... Вот сейчас первый батальон, который ушел, уже возникают очень простые, понятные вопросы. Будем их в считанные дни решать. Это наша священная обязанность. На встрече с личным составом губернатор общался с бойцами. Жалоб не было. Предложения были. Все конструктивные, зафиксированы. Делается очень много для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Начиная от теплых стелек и заканчивая электрогенераторной большой мощностью. Добавим, на днях участвующие в специальной военной операции ямальцы начали получать единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Решение по дополнительной поддержке принял глава региона Дмитрий Артюхов еще в сентябре на заседание окружной призывной комиссии по мобилизации.